82 новых случая за минувшие сутки зарегистрированы в китайской провинции Хэбэй. Больше всего фактов заражения выявляют в административном центре региона Ши Цзачжуане и городе Синтай. В этих населенных пунктах уже завершили первый раунд массового тестирования населения. Проверили больше 13 миллионов человек. Людей попросили самоизолироваться на неделю. Приостановили движение поездов и междугородних автобусов. О ситуации в Поднебесной расскажет наш собственный корреспондент в Китае. Нулевой пациент в провинции Хэбэй появился до 15 декабря. К такому выводу пришли местные эксперты. Штамм вируса завозной. По мнению специалистов, если в ближайшие недели число больных уменьшится, вспышку удастся взять под контроль. Однако источник вируса еще предстоит выявить. В городах Ши Цзачжуан и Синтай начинает второй раунд массового тестирования. Разыскивают и близкие контакты больных, которые успели покинуть Хэбэй. Клич бросили по 20 регионам и городам. В самом Ши Цзачжуане не работает городской транспорт, а жители самоизолировались еще на неделю. Самое важное и эффективное средство сдерживания распространения вируса – это сокращение контактов между людьми и пребывание дома. Это наиболее эффективный способ сокращения контактов. Если не контролировать передвижение населения, это может привести к более обширному распространению вируса. Тогда общество и семьи столкнутся с большими потерями и рисками. Неспокойно и на северо-востоке страны, в провинции Ляоннин, на карантин закрыли несколько жилых кварталов в одном из прибрежных городов. Там ситуация обострилась из-за завозных случаев в морском порту. Чтобы ситуация не стала хуже, власти призвали граждан оставаться дома и избегать передвижения во время китайского Нового года. Мы должны поощрять поэтапные поездки и онлайн-покупки, а также оптимизировать школьное расписание на зимние каникулы и весенний семестр. Мы призываем людей провести Новый год в городе, где они работают или проживают, чтобы максимально уменьшить поток пассажиров во время праздников. Мы должны строго контролировать движение транспорта и пассажиропоток, повысить транспортную эффективность. В Пекине также посоветовали жителям провести Новый год в столице. Кроме того, с сегодняшнего дня в пекинском такси необходимо регистрироваться с помощью кода здоровья. Данная мера поможет отследить пассажиров. Это связано со случаями заражения в столице. Один из бессимптомных больных оказался водителем такси. За многочисленные нарушения санитарных норм на транспорте уже наказали одну из компаний онлайн-заказа такси. Компанию и ее дочернее предприятие оштрафовали более чем на 200 тысяч долларов. Жителям отдельных кварталов столичного района Шуни, где зарегистрировали последние случаи, грозит повторное массовое тестирование населения. А вот водители такси в этом районе теперь должны сдавать тест на COVID-19 дважды в неделю. Батогос Сырогабаева, Хабар-24, Китай.